И переходим к первой теме. Средний размер потребительского кредита в России во втором квартале текущего года достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня. Это 180 тысяч рублей, что на треть больше по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период. Такой стремительный рост суммы необеспеченных кредитов обусловлен прежде всего кредитованием среднего класса. Эксперты считают, что это связано со стабилизацией даже некоторым ростом реальных доходов этой группы заемщиков. Это позволяет им делать крупные покупки, которые из-за кризиса 2014-2015 годов пришлось отложить. Люди обновляют ремонт, покупают новую бытовую технику и так далее. К увеличению сумм заимствований подталкивают и сами банки, которые нередко применяют гибкие шкалы ценообразования. Для крупных кредитов предлагается меньшая процентная ставка. Кроме того, ставки для надежных заемщиков за последние два года заметно снизились. При этом Центробанк и Минэкономразвитие выражают обеспокоенность с таким резким ростом выдачи необеспеченных кредитов населению. На днях ведомство сообщило, что долги россиян растут двое быстрее их зарплаты и сбережений. Как сложившаяся ситуация может отразиться на благосостоянии граждан, банковской системе и экономике страны в целом? Каковы плюсы оживления на рынке потреб кредитования и увеличения спроса на товары и услуги? И может ли это обернуться негативными последствиями? Разъяснить это мы попросили нашего постоянного эксперта. У нас в гостях Ирина Зикунова, доктор экономических наук, проректор по научной работе Хабаровского государственного университета экономики и права. Доброе утро. Давайте начнем с того, что такой серьезный рост среднего размера потребительского кредита, он о чем говорит, что происходит в экономике и что происходит с благосостоянием людей? Хорошо или плохо? Ну, конечно, благосостояние в экономике людей зависит от того, в каком общем фоне находится деловая активность. И здесь я бы не сказала, что на уровне макроэкономической ситуации есть какие-то качественные, серьезные, очень большие перемены. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года мы наблюдаем совсем несущественное превращение в ВВП, плюс на силах 0,3%. Есть неплохие качественные перемены в несырьевом, неэнергетическом экспорте, но, разумеется, на потребительское кредитование так скоро это своего влияния не окажет. Вот то, что реально влияет, это, конечно, все-таки наблюдаемый рост реальных доходов и реальных заработных плат. И не последнюю роль в этом росте играют, конечно же, выполненные обязательства по майским указам президентов. Все-таки вот на уровне влияния вот этих инструментов государственного регулирования и улучшения ситуации в социальной сфере состоялось превращение реальных доходов населения, которое сейчас на сезонной волне начинает воплощаться в нечто вроде вот таких вот действительно отложенных расходов населения и, по сути, поддерживается гибкой ценовой политикой банков и вызывает вот то самое превращение потребок кредитования. Вот примерно так выглядит эта ситуация. То есть сезонный фактор, накопленные доходы. И есть, конечно, чисто поведенческая реакция на то, что мы сейчас находимся в ситуации все-таки оживления и действительно кризисный период привел к тому, что были отложены некоторые потребности и сейчас их необходимо реализовать. Кроме того, даже еще в 2017 году мы уже наблюдали такие тенденции. Было отмечено, что все-таки у населения произошла некая адаптация к кризису. Мы перестали, в общем, откладывать жизнь и начали идти по пути трат. Есть еще один фактор. Россиянам еще с 90-х, говорят, в какой-то части характерно такое желание жить на широкую ногу. У них есть простав, в портфеле розничных кредитов. Есть кредиты на такие откровенные предметы роскоши, необязательные покупки вроде гаджетов, отдыха, праздников и прочих вот таких радостей жизни. Ну а значит ли это, что экономическая ситуация в целом в дальнейшем не поменяется в худшую сторону? Я имею в виду, не ожидаем ли мы каких-то негативных посредствий, вследствие вот этого, если можно так сказать, некого бума кредитования? Действительно, вот растущие аппетиты населения и желание банков зарабатывать, притом на необеспеченных кредитах, идут к чему? К тому, что, конечно, страхуя свои риски, банки существенно повышают процентные ставки. Все это становится таким долговым временем для населения и несет за собой несколько таких опасностей, не только, скажем, для благосостояния закредитованного населения, но и для экономики это тоже не очень желательно, потому что вот такое кредитование, оно подстегивает потребительский спрос, разогревает, разгоняет инфляцию. И эти кредиты, необеспеченные, по сути, создают дополнительную массу денег в экономике, и это нежелательно нашему центральному банку, который все-таки регулирует с помощью процентной ставки процессы инвестирования, такие важные вот на новом витке экономического цикла. Поэтому регулятор и взялся за то, чтобы ситуацию загнать в некоторые вот такие вот рамки и снять вот эти опасности для стабильности банковской системы. Но если говорить о том, что это может привести к какой-то нестабильности, чем это чревато, к чему, вот каким конкретно последствиям это может привести, вот такой ход событий? Ну, увеличение инфляции может привести к тому, что нельзя будет понижать ключевую ставку. Если нельзя будет понижать ключевую ставку, это будет влиять на привлечение инвестиций. Соответственно, инфляционные ожидания населения начнут принижать потребительский спрос. Увеличение долговой нагрузки приведет к тому, что будет реально снижаться благосостоянием. И поэтому, собственно говоря, предлагается то самое регулирование портфеля кредитов банков, которые собираются вводить вот мытье осенью и в 2019 году. И в течение какого времени вот эти негативные тенденции могут проявиться? В какой перспективе? Год-два. Вот это я не могу точно сказать. Не готова. Ну, а если вернуться все-таки к действиям регулятора, которые какие-то шаги предпринимают, что конкретно регулятор делает для того, чтобы эти самые негативные последствия, о которых говорит Егор, их избежать? Ну, есть такой вот, на самом деле, рычаг снижения вот таких вот нехороших кредитов. Он используется в виде коэффициента риска. Ну, если просто объяснить, то завышение коэффициента риска приводит банки к необходимости делать больше резервирования под размещаемые кредиты. И тем самым кредиты становятся для банков дорогие, и не для всех банков достаточность собственных средств позволяет, в общем, делать такие размещения. Эксперты говорят, что коэффициенты риска, которые вот заводятся уже с сентября 2018 года, они не так страшны для крупных, мощных, больших банков, что в какой-то части вот это кредитование сохранится, но в то же самое время банки помельче вынуждены будут проводить более взвешенную, умеренную по рискам политику, и их портфель кредитов будет более благонадежным. Вот. Второй инструмент — это, собственно говоря, определение показателя долговой нагрузки из расчета всех обязательств, которыми располагают физические лица по всем выданным кредитам. То есть при принятии решения о кредитовании банки должны будут обращать внимание на то, и этот норматив, наверное, будет установлен после изучения того, какая должна быть ситуация. Так вот, банки должны будут обращать внимание на то, укладываются ли в предельную долговую нагрузку новые кредитные требования к заемщику. Вот. Ну, предположительно, это будет заведено с осени 2019 года. Ну, диапазон такой общей мировой предельной долговой нагрузки — 40 до 60 процентов, с тем, чтобы обслуживать основные долги проценты. А может ли это означать, что в ближайшее время кредиты, потреб кредиты для населения станут менее доступны, или, точнее, их будет тяжелее получить? Для определенной категории заемщиков это, безусловно, будет так. Для тех, которые несут в себе большие риски, как раз-таки невысоких доходов, существует масса, на самом деле, факторов и признаков, которые характеризуют заемщика. Это чрезвычайно широкий набор, характеризующий способность возвращать кредит, да, то есть кредитоспособность заемщика. Поэтому для таких вот действительно рискованных заемщиков, для тех, кто обременен большими объемами выплат по ипотеке, доступность потребительского кредита, естественно, будет затруднена. А вот мы уже перешли к проблеме невозвратов. Насколько проблема эта актуальна и насколько она опасна для экономики? Ну, об опасности мы, в принципе, говорили. Для экономики опасна ситуация невозврата тем, что это может, ну, в крайнем своем таком случае, перевести к дефолтным ситуациям в отношении банков, бегствов, вкладчиков, плохим последствиям для национальной валюты. Вот, что касается, собственно, этой проблемы, ну, если так вот проанализировать точечно соотношение задолженности и просроченной задолженности, то такие пиковые в последней вот ретроспективе среднесрочной значения характерны для кризиса все-таки, да, вот это 15-16 год. Это до 8% величина. Сейчас этот уровень снизился до 6%, но он еще не докризисный, как он был там, чуть больше 4%. В общем, я бы не сказала, что какая-то такая критическая ситуация по закредитованности, она очень индивидуальна по отдельным сегментам потребителей, да, и вот средние показатели, они, конечно, сильно-то не характеризуют эти вещи. Ирина Валерьевна, спасибо вам большое о том, как будет развиваться ситуация. Поговорим, я думаю, немного позже. Спасибо вам большое, что этим утром были вместе с нами. Напомню, у нас в гостях была Ирина Зикунова, доктор экономических наук, проектор по научной работе Хабаровского государственного университета экономики и права.